приветствую вас друзья в youtube канале все для клева сегодня у нас встреча с владимиром инспектором одесского рыбы хана патруля и есть несколько вопросов к нему особенно вперед подготовки к нересту рыбы и запрету рыбалки на наших водоемах поэтому хотелось бы узнать мнение специалиста и рассказ о том где нельзя ловить на что нельзя ловить и вообще как организовать рыбалку именно в нерестный период здравствуйте да действительно есть приказ номер 119 о начале весенне-летнего запрета связанного с нерестом рыбы всех местах разрешенных для ловли в запрет отведенных под любительское рыболовство можете ознакомиться на интерактивных картах которые есть на сайте нашего агентства и на страничке в фейсбуке в реке днестр с рукавом турунчук запрет у нас начнется как и обычно с 15 апреля и продлится до 15 июня в днестровском лимане это такой специфический водоем который имеет самый длительный запрет на запрет начинается 15 апреля и закончится он 31 июля также есть у нас такие водоемы как хаджибеевский лиман и кучурганский лиман вот на этих водоемах тоже запрет начинается 15 апреля заканчивается 15 июня органы рыбоохраны в этом году выделили любительские участки для того чтобы люди желающие порыбачить запрет имели где это сделать вот хочу сделать акцент на том что во время запрета лов рыбы с берега разрешен на одну удочку с одним крючком но опять-таки на специально выведенных участках за пределами участков ловить нельзя даже на одну удочку с одним крючком давайте проговорим наверное эти участки где они есть начнем наверно самого популярного места обитания наших рыбаков это река днестр на реке днестр разрешено ловить рыбу в период весенне-летнего запрета от седьмого до девятого километра вверх по течению реки днестр также второй участок это от забороненной 500 метровой зоны выше автодорожного моста в селе маяки до стрелки по обе стороны реки стрелка это то место где турунчук впадает в днестр вот этот вот по обе стороны лов рыбы за по разрешен река турунчук выведена три участка первый находится от парома в села троицком два километра вниз под по течению в районе села яски от гирла шпакова вниз по течению до гирла годжиева длиной также два километра и от старой спасательной станции по 500 метров вверх и вниз по течению днестровский лиман это участок в границах города видеополь от пассажирского причала в сторону села раксаланы длиной полтора километра также есть еще участок в самом городе было роднестровском который раз расположен на правом берегу днестровского лимана от первого городского причала в сторону село заливное длиной четыре километра по берегу также на хаджибеевском лимане есть два участка первый участок он находится от остановки 20 трамвая так называемая косынка и идет сторону очистных сооружений протяженностью 200 метров хочу сделать акцент что этот участок выведен для льготной категории граждан соответственно если вы не льготник там ловить вам тоже нельзя а кто это за категории кто к ним относится категории льготникам у нас относятся пенсионеры участники ч.с. дети войны инвалиды 1 2 групп если я не ошибаюсь участники боевых действий весь перечень приводных категорий вот и есть общий участок для всех которые находятся у нас по левой стороне лимана от северной границы села черняковская в сторону села мариновка длиной один километр на этих участках можно ловить на одно удилище с одним крючком совершенно верно норма вылова также сама три килограмма рыбы соблюдаем размерный ряд берем маломер получается такая ситуация что любительских участков мало и зачастую на них есть платные места для рыбалки и поэтому поэтому не хватает для всех любителей рыбной ловли мест для того чтобы нормально порыбачить если человек будет ловить рядом с этим участком не нарушая норм вылова и не беря маломера будут ли к нему применены какие-либо санкции ну давайте опять вернемся к правилам согласно правил лов рыбы за пределами выделенных зон у нас запрещен вот и это попадает под санкции статьи админ кодекса 85 части 3 если этот гражданин будет стоять действительно за пределом участка с одной удочкой с одним крючком он не будет ловить маломер он фактически никаких грубых нарушений делать не будет я думаю что инспектор будет иметь полное право согласно опять же этой статье ограничиться просто предупреждением что предусмотрено данной статьей ловить можно всеми разрешенными видами удочек будь то спиннинг будь то донная снасть будь то фидер будь то не знаю там болонская удочка поплавочная ограничение идет одно что ловить можно исключительно с применением одного крючка все так и вопрос касаемо каналов ну и опять же таки я понимаю что они уже не входят в зону любительской ловли но все же я хочу чтобы еще раз напомнили нашим зрителям о том что в каналах туда кого заходит рыба на нерест ловить нельзя тут и напоминать не надо это все четко прописано в правилах у нас лов рыбы в каналах согласно пункту 315 запрещен вообще круглогодично и в запрет там человек ловит не в запрет по-любому там ловить нельзя в запрет и так думаю с моральной точки зрения тем более не стоит этого делать потому что действительно уровень воды сейчас очень низкий вот подъема воды вообще не ожидается сами все видели какая была сухая зима поэтому надо думать немножко наперед дать рыбе спокойно зайти спокойно от нереститься соблюдать все таки правила ниж написано не просто так я так понимаю вот именно к таким рыбакам и будут в основном применяться меры более жесткого характера ну естественно если человек мало того что стоит там где вообще ловить в априори нельзя тем более он это делает запрет вот я думаю там никаких предупредительных моментов быть уже просто не может спасибо большое было очень приятно с вами очередной раз встретиться и обсудить некоторые аспекты рыбацкой жизни особенно такие актуальные как сейчас надеюсь что и в дальнейшем наши встречи будут и вы будете объяснять нашим рукам а с некоторые моменты и юансы рыбной ловли пожалуйста